Волга Что я могу сказать о машине Волга? О, это удивительная машина! Я сидел на ней месяца два, короче, недолго! Все через по части кузов шеи, двигатель, шаровая, опора! Что там еще? Лошадиные силы, внутренние шумные, но шум мотора! Знаю, мне кажется, что внутри красиво, но это не езда! 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 Это не везда, это не везда, и это не автомобиль, я скажу точнее. Это поместь Малдонт с крейсера «Аврора», это бедер с палатками «Пармалея». Это тот месяц личного позора, там слева ручка, я думал, это от компота. Это не везда, это не везда, это не везда, это не везда. Мой сосед по поднезду, Миша, этажом выше, человек интеллигентный, нет, нет, не припалить. Не курит в лифте, не засовывает свитер в брюки. Единственное, он сотрудник гидрометцентра. Каждый утром за ним приезжает такая вот «Волга», и Миша едет на «Волге» в центр, в гидрометцентр. Как он едет туда, я только предполагаю. Но в результате мы имеем вот такие прогнозы, Такие прогнозы, такую погоду, такие «Волги», Такой ипотечный кредит, такую «Думу», Такое радио, фильмы, футбол, магазины и прочее. Мы имеем такое вот «Прочее». Другой мой сосед, Ренат Тахирыч, Большой рубитель поговорит о своей работе. Он говорит, смотри, когда я ложу плитку, И сразу становится ясно, он ее ложит. И вот наш сосед, Ренат Тахирыч, Встречает интеллигентную рубежу в подъезде. И говорит ему, вкратчиво, слушай, Миша, Ты когда заставляешь прогноз, ты в окошко смотришь. Никто, никто не желает работать. Учись, учись никто не желает. Все станены какими-то другими делами, И все считают себя врачами и учителями. И вот я, я ведь тоже нитя застой, Гордиться особенно нечем. Ну кто я? Я тоже, я тоже, как эта Волга, Ваксон, физуляш, пись, а не долго. Ну стоп, это главная загадка века. Для меня, как грандулета и человека. Это так, индивид, которому нечем гордиться, Пригиб себе подобных злиться. Это не леста, это не леста, это не леста. Да, в смысле нет.